Вы можете видеть на этом видео совершенно спокойно бродящих здесь людей. Ни у кого нет никаких предметов в руках, никакого оружия, никаких палок, никаких кирпичей, никаких бетонных блоков и плиток. Людей в руках только флаги Украины. Мы видим, что по состоянию на 22.15 совершенно целым является Паб Лондон, автомобили припаркованные возле него, витрины ночных клубов. Витрина отеля Крещатик. Мы сейчас сидим. Возле украинского дома сооружается сцена. Как видим, украинский дом тоже вполне в порядке, там нет никаких проблем и нарушений. Как вы видите, все работает, все в нормальном виде. Ничего, все целое, все не разрушено, не разрушено. Главный вход в гостиницу в дни. Нет, он не сказал, что это было следить, в сторону Пайдана. Нет, сейчас. Мы сейчас хотим перейти к виски внутренних висков. Командирам спросить, что они знают про ситуацию, как они могли подпунктировать. Кафе Кофе Хаус на углу Крещатика и Грушевска. Кофе Хаус Крещатик. Кофе Хаус. Крещатик. Можно сидеть, начинать здесь хаус. Как видите, здесь все спокойно на сегодняшний момент. Сейчас 22 часа 15 или 16 минут. Парламентская библиотека. Книжный магазин наукового думка. Обратите внимание, Майдан функционирует здесь в разных режимах и разных форматах с 21 ноября. За это время не был поврежден ни один магазин, ни одно кафе. Ни одна уличная конструкция, ни один варек, ни одна автолавка. Они только перемещались с места на место. Ни один из торговых объектов, объектов малого бизнеса не был поврежден каким-то образом. Японский ресторан Суши Я. Тоже, как видите, все спокойно. Люди сидят, кушают. Национальная академия Украины. Ювелирный магазин Аберих. Закрыт в полном порядке. Магазин Эмпориум. Закрыт в полном порядке. Украинский ресторан Суши Я. Украинский ресторан Суши Я. Магазин Эмпорт. Украинский ресторан Суши Я. Вернен. Ювелирный магазин Аберих. Магазин Эмпорт. Суши. Нельзя, чтобы честь мультира позволила. Есть сведения, что сегодня ночью планируются провокации. А кто уполномочен? Можно кого-то спросить? Кто может дать комментарий телевидению, товарищ офицер? Товарищ полковник, можно вас попросить? Добрый день. Добрый день. Можно вас попросить комментарий дать для телевидения? Все комментарии будут давать перед службой недвижимости. Это очень оперативное вопрос. В прессу поступили сообщения, что сегодня ночью планируются провокации. Я сегодня слышу. А какие средства вы будете использовать, если провокации начнутся, например, с того боку? Я вас прошу обратиться к службе внутренних войск, вам будут ответить на все вопросы. Добрый, вы не отвечаете. Дякую. Но мы зафиксировали, что тут все в порядке. Все витрины, все кафе, рестораны в норме работают. И мы надеемся, что так будет и завтра. И на після завтра. И на понедельник так же. Дякую. Все, желаем вам здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.